Праздник начался в холле кинотеатра «Искра», где учреждения и предприятия района выставили свои демонстрационные стенды. Здесь даже можно было приобрести их продукцию. Конфеты, выпечка, изделия ручной работы, декоративные элементы для интерьера. Последнее было представлено Центром детского творчества. У нас и рукоделие, в частности у нас сегодня выставка кружков прикладного творчества. Это у нас еще и есть военно-патриотическая подготовка, кружки у нас и самодеятельные песни, ну то есть большой спектр. День труда в Ленинском районе отмечается уже более 10 лет. Ежегодно по традиции в преддверии этого праздника проводятся различные конкурсы. Такие как лучший двор, лучшее детское сочинение в школе, лучший по профессии. И на дне труда чествуются люди, многие из которых принадлежат именно к рабочим специальностям. Престиж этой рабочей профессии – потеря. Поэтому мы возрождаем вот этими праздниками престиж профессии рабочей. Потому что у нас очень много менеджеров, психологов, социологов, а вот токарей, машинистов, трактористов – их мало. И порой старшие поколения, которые профессионалы, и не знают, кому передавать этот опыт. Но тем не менее в Ленинском районе проживает много активных людей, которые любят свою работу и трудятся на процветании родного края. А защищают их интересы сотрудники фонда охраны труда. Кстати, 18 апреля им предстоит отпраздновать свой профессиональный праздник. Работа тяжелая, но ответственная и почетная. Во всех цивилизованных странах всегда приоритет отдавался охране труда людей, которые трудятся. И сейчас этому в настоящее время придается серьезное и очень большое значение правительством нашим. Далее гостей ожидала торжественная часть мероприятия с награждением и концертной программой. Всем присутствующим показали фильм 50-х годов, рассказывающий о том, как строился и благоустраивался город Видное. А затем началось награждение лучших на своем предприятии. Для награждения на сцену вышли заместитель председателя правительства Московской области Михаил Кузнецов и исполняющий обязанности главы Ленинского района Олег Хромов. Грамот и благодарственных писем удостоились самые трудолюбивые работники и трудовые династии района. Общий трудовой стаж одной из них более 300 лет. Этот праздник имеет уже достаточно укоренившиеся традиции на нашей ленинской земле. Ведь мы его отмечаем, в отличие от всей Московской области, не с 2007 года, а с 2002 года. Сегодня мы чествуем и отмечаем тружеников труда. Мы вспоминаем о тех, кто строил наши населенные пункты. Я всех вас поздравляю с праздником. Мира и добра вам и вашим близким. С праздником! Праздник продолжился концертом в исполнении творческих коллективов и исполнителей нашего района. На сцену в этот вечер вышли как юные, так и уже полюбившиеся всем артисты. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, ВИДНЕТВ.